Всем привет! В этом видео я расскажу о лучших механических клавиатурах для геймеров. В топ были отобраны модели не только разной ценовой категории, но и с различными форматами размера и функциональными данными. Даже самый привередливый пользователь сможет найти для себя что-то интересное. Ну а я напоминаю, что в описании под видео есть ссылки на все устройства и промокод на скидку. Что ж, теперь можно начинать, погнали! Открывает подборку самая доступная клавиатура из списка Gamebird KB-G520L. Она представляет собой модель с проводным подключением и форматом TKL, то есть здесь отсутствует цифровой блок клавиш справа. В конструкции можно заметить подставку в верхней части, она сделана для смартфонов или планшетов. Синие свитчи Jixian Blue – бюджетный аналог Cherry MX, которые отличаются меньшим ресурсом в 10 миллионов нажатий. Но даже этого хватит года на три активного гейминга. Звучание довольно громкое, но приятное. Правда, ночью соседи по квартире вряд ли оценят это кликанье. Кейкапы сделаны из ABS пластика, горячая замена не предусмотрена. Отдельного блока мультимедийных клавиш нет, но с помощью сочетания Fn и ряда с F1 по F12 этот небольшой недостаток полностью нивелируется. Есть здесь и подсветка, но не RGB. Разработчик назвал ее Rainbow. Разные ряды горят различными цветами, создавая своеобразный эффект радуги. Настроить подсветку в одном цвете не получится. Ну а прежде чем продолжить, хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ваша активность не только помогает в продвижении канала, но и очень мотивирует нас снимать новые видосы. Defender Blitz GK240L – еще одна недорогая механика с синими свитчами, со все тем же форматом TKL. По габаритам она предельно похожа на модель от Gamebird, но ввиду отсутствия подставки под смартфон, длина и общий вес немного уменьшились. Можно также отметить немного другую раскладку. У Defender установлен высокий Enter и, соответственно, на втором буквенном ряду появилась дополнительная кнопка для слэшей. Подключается клавиатура только по проводу через интерфейс USB Type-A. Появилась защита от брызг воды и поддержка одновременного нажатия до 25 клавиш. По свитчам говорить особо нечего, они практически не отличаются от тех, что установлены в Gamebird. Это тоже один из бюджетных клонов Cherry MX. С подсветкой дела обстоят похожим образом, опять же, здесь она не RGB формата, а Rainbow. Но если в Gamebird каждый горизонтальный ряд подсвечивается одним цветом, то в клавиат Defender подсветка переходит в другие цвета вертикально. Доступно 12 режимов и 3 уровня яркости. При желании можно ее и отключить через клавишу Scroll Lock. А еще производитель обещает повышенную износостойкость символов на клавиатуре за счет технологии Double Injection. Как вам эта модель от Defender? Купили бы себе такую? Обязательно поделитесь мнением в комментариях. Подборку продолжает гибридная клавиатура Draconic от Redragon. Ее можно подключить к ПК как по комплектному USB-проводу, так и через Bluetooth. Это самая компактная модель в сегодняшнем топе. Она выполнена в формате 60%, здесь остался только алфавитный и верхний цифровой блок, а также основные вспомогательные клавиши вроде Enter, Shift, Control или Backspace. Тем, кто никогда не пользовался такими клавами, придется какое-то время привыкать к отсутствию стрелок или ряда с F1 по F12. Зато на рабочем столе остается достаточно места для маневров мышкой. Переключатели здесь коричневые OutMUT. Шумят они уже намного меньше, чем синие. Одна из главных фишек клавиатуры – поддержка горячей замены свитчей или HotSwap. В комплекте, кроме того, есть специальное устройство для извлечения кейкапов. В некоторых случаях еще и дополнительные переключатели могут закинуть в коробку, но это нужно уточнять у магазина. RGB-подсветка здесь полностью программируемая, да и в целом возможности кастомизации очень радуют. Можно записать кучу макросов и забиндить клавиши под любые сценарии. Для этого потребуется скачать специальные утилиты с официального сайта. Кстати, не забудьте заглянуть к нам в Telegram, там ежедневно публикуются актуальные топы, сравнения и обзоры различного компьютерного железа. Ссылка есть в описании, переходите и подписывайтесь на канал. В середине подборки оказалась модель B820R от Bloody. Это среднебюджетная проводная клавиатура полноразмерного формата. Много споров ходит насчет того, механика ли это или все-таки оптика. Чаще всего можно встретить определение оптомеханическая клавиатура в отношении к B820R. Виной всему фирменные свитчи LK Light Strike, которые сделаны с применением оптической технологии, что обеспечивает минимальный отклик в 0,2 мс. При этом другая технология Long Lasting обеспечивает звуковой отклик как в полностью механических клавах. Кстати, можно выбрать красные или синие свитчи. Первые будут потише. В итоге мы получаем низкий ход срабатывания, классный тактильный отклик и высокий срок службы переключателей. С мембранной клавиатурой эта модель не имеет практически ничего общего. Много внимания было уделено и влагозащите. Текстолит хорошо противостоит коррозии, а если случайно залить клаву жидкостью, то дренажные каналы помогут вывести ее без вреда для клавиатуры. Другой интересный аспект, который я не могу не упомянуть – кастомизация. Фирменная ПО от Bloody дает очень широкие возможности не только для программирования клавиш, но и для настройки подсветки. Если вас заинтересовало это или любые другие модели из подборки, переходите в описании к ролику. Там есть ссылки на все модели. У компании Red Square есть линейка K-Rocks с большим выбором различных модификаций механических клавиатур. В наш топ попала модель в TKL исполнении с приставкой Classic. Эта клавиатура имеет несколько особенностей, позволяющих причислить ее даже к сегменту. Кейкапы сделаны из PBT пластика, который в отличие от ABS не стирается и считается более прочным. Из-за этого клавиатура весит почти килограмм, что определенно можно отнести к плюсам. Ход своп не поддерживается, в комплекте есть инструмент для замены кейкапов. Кабель питания Type-C на Type-A и его можно отстегнуть. Переключатели Gateron Yellow очень тихие и тактильно приятные. Подсветка, конечно же, полностью кастомизируемая. В стойке показатель яркости выставлен на уровне 80%, чего уже хватает за глаза, но через фирменное ПО можно повысить его до сотни. Мультимедийных клавиш нет, но можно запрограммировать другие кнопки для этих целей. Keychron K3 – еще одна клавиатура с переключателями Gateron, только красными, а не желтыми. В отличие от модели Red Square, она может подключаться не только по проводу, но и по Bluetooth. Внешне это механическая клавиатура с закосом под дизайн аналогичных продуктов Apple. Она весит всего 483 грамма, что является самым маленьким показателем в топе. Формат клавиатуры 75%. В отличие от TKL, здесь все клавиши расположены максимально близко друг к другу. Свободного пространства нет от слова совсем. В продаже можно найти много различных модификаций этой модели. С синими или коричневыми свитчами с оптическими переключателями и поддержкой HotSwap. С RGB, белой подсветкой, без нее и даже с шумоизоляцией с завода. Само собой, от набора функций будет меняться и стоимость. Для тех, кому важен короткий ход, советую присмотреться к версии с HotSwap и переключателями Keychron. Версия, которую выбрали мы, данным функционалом обделена. Хотелось бы еще отметить, что корпус клавиатуры полностью сделан из алюминия. Asus ROG Fortune – самая дорогая модель в подборке. За что же здесь приходится платить? Начну с типа подключения. Клаву можно коннектить по проводу и по радиоканалу через комплектный ресивер. В качестве переключателя используются Cherry MX RGB – популярные игровые свитчи с прозрачным корпусом и подсветкой, в производстве которых участвовала компания Corsair. Уровень шума средний, кейкапы сделаны из PBT-пластика. Формат клавиатуры 65%, что не так часто можно встретить на рынке. В отличие от 60%, здесь удалось уместить блок со стрелками и четыре дополнительные клавиши. Insert, Delete, Page Up и Page Down. При беспроводном подключении и с выключенной подсветкой заряда аккумулятора должно хватить на 450 часов. К слову, подсветки ее можно синхронизировать с другими устройствами ASUS, поддерживающими Aura Sync. Любители кастомизации должны остаться довольными. Что ж, пора закругляться. Ссылки на все модели и промокод на скидку мы оставили в описании. Не забудьте оценить видео лайком и подписаться на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых роликов. Напишите в комментах, какой клавиатурой пользуетесь вы. А я ненадолго вас покидаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok